В 1953 году на одной из баз ВВС США приземлился НЛО для предводительной договоренности о встрече инопланетян с руководством Соединенных Штатов. В результате эта встреча состоялась 21 февраля 1953 года на базе ВВС США Эдвардс. Переговоры с президентом Дуайтом Эйзенхауэром вели двое инопланетян. Встреча была записана на кинопленку, которая хранится в секретном отделе президентского архива. Вот что рассказал присутствовавший на этой встрече лейтенант Чарльз Сакс. Я и несколько офицеров базы должны были встречать инопланетных визитеров. Объект завис в трех метрах над бетонкой и из него с легким шипением выдвинулись три телескопические опоры, которые коснулись Земли. Вдруг что-то щелкнуло и в корпусе появилось овальное отверстие, через которое буквально выплыли два существа. На первый взгляд они мало чем отличались от людей. Это были сравнительно высокие существа, что-то около двух с половиной метров ростом, стройные и похожие друг на друга. Их светлые и прямые, почти белые волосы доходили им до плеч. У них были светло-голубые глаза и бессветные губы. Тот, кто стоял на Земле, жестом показал, что не может приближаться к нам и необходимо соблюдать эту дистанцию. Пришельцы призвали землян не входить в контакт с другой космической расой, с так называемыми серыми, пообещав в случае согласия помочь в борьбе против них. Но американцы не согласились с доводами инопланетян. И в 1954 году американское правительство вступило в контакт с так называемой расой серых инопланетян. Было подписано соглашение, о чем свидетельствует Бен Купер, бывший офицер военно-морских сил разведывательной команды адмирала Кларри. Он утверждает, что в 1972 году прочел два правительственных отчета, касающихся беспокойства правительства, связанных с игнорированием серыми условий договора. Согласно протоколу конференции Majestic 12 и утверждению Купера, соглашение гласило, что инопланетяне не будут вмешиваться в наши дела, а мы, в свою очередь, не будем вмешиваться в их эксперименты и будем держать в секрете факт их присутствия на нашей планете. Согласно этого же соглашения, инопланетяне обеспечат американское правительство передовой технологией и не станут заключать подобные соглашения с другой земной нацией. Правительство США разрешило серым похищать людей на короткий период времени для медицинских исследований, при условии, что последним не будет нанесен вред и они будут возвращены на то же место, ничего не помня о происшедшем. В рамках этого же соглашения оговаривалось, что будут сооружены подземные базы для совместного использования правительством США и пришельцами, где и будет происходить обмен технологией. Вскоре выяснилось, что, нарушая условия, серые стали похищать гораздо больше людей, чем оговаривалось в соглашении. Также они увечили людей и животных, оправдываясь необходимостью в генетическом материале для продолжения своего рода. Так как наше оружие не шло ни в какое сравнение с оружием и возможностями пришельцев, рекомендовалось сохранять видимость дружественных отношений до лучших времен. Собственно, на что и рассчитывали пришельцы. Наивно было думать, что оружием можно победить расу, освоившую время и пространство. В чем же заключались эксперименты серых над людьми и животными? В декабре 1995 года фермеры Тим и Лайза Ховар обнаружили труп коровы, которая должна была вскоре отелиться. Они были поражены страшными ранами, которые неведомые силы нанесли бедному животному. Неизвестные существа удалили у коровы язык, левый глаз, все четыре соска, прямую кишку и половые органы. Несмотря на легкий морозец, труп коровы был теплым на ощупь, а суставы сохраняли подвижность. Удивление вызывает и тот факт, что койоты, обитающие в окрестностях, даже не прикоснулись к искалеченному трупу. Невероятная история произошла с Бобом Томпсоном, который поехал встречать свою жену в аэропорт Лос-Анджелеса. Машина Томпсона, без хозяина, была обнаружена на частной стоянке. Спустя пять дней Боб возвратился домой, ничего не помня о том, где он был и что с ним случилось. Семья Томпсона обратилась к врачу-гипнотерапевту Дейлу Муссеру. Врач применил метод гипнотической регрессии. Пациента вводили в состояние гипноза, после его сознание под руководством врача перемещалось в определенный момент прошлого. Гипнотическая регрессия возвратила память и Бобу Томпсону. Боб припомнил, как повинуясь возникшему желанию, поставил машину на стоянке частного мотеля и пошел в ближайший лес. Там его встретило существо, которое напоминало инопланетянина. Серая кожа, большие выпуклые глаза и маленький рост. Боб последовал за ним и через несколько шагов очутился в хорошо освещенном сферическом помещении. Воздух имел необычный рисковатый запах. В помещении к нему подошла невысокая женщина. У нее было почти человеческое лицо, большие на выкате глаза без зрачков и сероватый оттенок кожи. Женщина сказала, что у Боба возьмут образец спермы и потом он будет свободен. Как он потом говорил, у него не было сил сопротивляться. Тело, помимо его воли, легло на стол. После Боба переместили в комнату, прилегающую к сферическому залу. Она не закрывалась и у него была возможность иногда ходить по некоторым помещениям. То, что Боб видел, навело его на мысли о некоем генетическом эксперименте, проводимом инопланетянами. В одном из залов были расположены зародыши и тела взрослых обезьян, которые плавали в прозрачном растворе. Некоторые животные были странно деформированы, бросались в глаза их черные выпуклые глаза, отсутствие шерсти и хвоста и увеличенные размеры черепа. В другом зале находилась аппаратура, которая поддерживает, как пояснил Бобу сопровождающий, жизнь эмбрионов. Через стеклянные стенки сосудов, в которых плавали эмбрионы, можно было легко различить, что это не человеческие существа. У развивавшихся зародышей были выпуклые глаза, шесть пальцев и продолговатый череп. В октябре 1975 года Дэвид Стефенс и Глэн Грей ехали в автомобиле по дороге в штат Мэн. Неожиданно на них спикировал НЛО. Двигатель машины заглох. Что было дальше, молодые люди самостоятельно вспомнить не могли. Доктор Герберт Хопкинс провел с Дэвидом Стефенсом несколько сеансов гипноза. Стефенс рассказал, что после того, как в автомобиле ударил луч, он оказался в летательном аппарате пришельцев. Через иллюминатор он видел машину, которую управлял Грей. Она по-прежнему ехала по дороге, освещаемая светом НЛО. Помещение, в котором оказался Стефенс, не имело никакой мебели. В дверь, которую Дэвид сначала не заметил, вошел пришелец. Он был ростом около полутора метров, с абсолютно лысой головой, тонкими руками и ногами. Инопланетянин провел Стефанса в другую комнату, где уже была приготовлена койка. Дэвид лег на нее. К нему подошли еще четыре пришельца. Они взяли у Стефанса пробу крови из правого локтя, срезали прядь волос и несколько ногтей. Оторвали даже пуговицу с его рубашки. После этого Стефанс был припровожден обратно в комнату. Там ему сделали укол и через мгновение Дэвид оказался в автомобиле рядом с Греем. В результате того, что серые стали все чаще нарушать договоренности, а также ужасные итоги экспериментов над людьми на базе Дульси, где работали люди и эти служащие периодически были свидетелями этих экспериментов, произошел конфликт между инопланетянами и людьми, который перерос в сопротивление. В итоге на базу Дульси было отправлено элитное военное подразделение Сил Дельта в составе 100 человек, чтобы искоренить движение сопротивления, которое стало угрожать сложившейся на базе системе безопасности. В результате жертвами конфликта стали как персонал Сил Дельта, так и сотрудники службы безопасности базы и представители неземной расы. Конфликт в Дульсе был прекращен, и это указано в репортажах других правдоискателей, включая Фила Шнайдера, который работал инженером-геологом при создании базы в Дульсе, других подземных баз в США, а также подземных баз по всему миру. В 1995 году Шнайдер дал следующие детали своей биографии и имевшие место в военной конфронтации. Чтобы дать вам представление о том, кто я такой, начну с того, что я закончил инженерную школу. Я создал свою репутацию как инженера-геолога и как структурного инженера в военной и аэрокосмической сферах. Я принял участие в строительстве двух главных баз США, которые имеют серьезные значения в создании того, что называют новый мировой порядок. Первая база – это база в Дульсе, Нью-Мексико. В 1979 году я был вовлечен в вооруженную стычку с пришельцами-гуманоидами, и я был один из тех, кто выжил. Возможно, я единственный выживший, который сегодня говорит на эту тему. Двое других выживших находятся под строгим надзором. Я единственный, кто знает все детали всей операции. 66 агентов спецслужб, ФБР, черных билетов и им подобных погибли в вооруженной стычке. Я был там.